Уважаемые водолеи, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на март месяц. Каким для вас будет первый месяц весны? Расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам, поэтому я вас всех приглашаю к своему столу. Пока я подготавливаю колоду, вы можете подумать о том, что вас на этот период волнует больше всего. И карты могут автоматически вам дать многие советы и подсказки. Настраивайтесь на колоду, вы можете просто смотреть на карты, также можете смотреть на пламя свечи. Постарайтесь на момент просмотра максимально расслабиться и успокоиться, чтобы вам ничего не мешало. И в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и правильно анализировать. Карты готовы. Сегодня мы будем просматривать все то, что может волновать любого человека. Дом, семья, работа, карьера, финансы. Расклад также автоматически покажет как ваши сильные, так и слабые стороны жизни. И также мы сможем проследить ваши кармические задачи на этот период. Также будет две дополнительные карты скрытых факторов или форс-мажора. Отдельно одна карта для женщин и карта для мужчин. Колода готова и я приступаю к выкладке. Уважаемые водолеи, все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его прочтению. Я вижу, что в раскладе много хороших, стабильных, достойных карт, делающих акцент больше на финансовое поле. Но в центре мы видим карту старшего аркана дьявола, которая привлекает к себе внимание. А это может говорить о том, что в вашей жизни могут бушевать любого рода страсти. Очень много амбиций, очень много желаний. Но в то же время есть и какие-то внутренние страхи и внутренняя неуверенность. Но все это в себе вы будете пытаться контролировать. Именно так вам и нужно делать. Кто-то не должен видеть ваших недостатков, потому что какими-то вашими слабыми сторонами кто-то может воспользоваться. Расклад начинается с замечательной карты королевы чаш. Это говорит о том, что в начало этого периода вы входите с прекрасным настроением. Как женщины, так и мужчины. Но если говорить о женщинах, то очень многое в этом месяце будет зависеть от вас самой. Если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь в этом периоде будет влиять как минимум две женские персоны. По королеве чаш это может быть любимая, это может быть жена, супруга, дочь. Но в центре мы видим королеву монет. Это совершенно другая женщина, возможность которой вы будете связаны работой или делами. И от той, и от другой что-то может зависеть и в ваших делах, и в вашем настроении. Но то, что касается женщин, тут есть поддержка. Хотя из-за чего-то вы тоже немножечко нервничаете. Если говорить о женщинах, это прекрасные внешние данные. Именно в этом периоде у вас будет появляться вдохновение. Вам захочется лучше выглядеть. Возможно, вам захочется каких-то экспериментов, связанных со внешностью. Вам захочется на что-то тратить деньги, но вам также захочется и зарабатывать. Желательно так, чтобы деньги приходили к вам сами, и для этого не приходилось особо ничего делать. Но так не получается. По королеве чаш, если говорить о том, какой вас видят в вашем окружении, вас видят как женщину красивую, дружелюбную, добрую и открытую. Вы можете быть прекрасной собеседницей, вы можете быть женщиной, которой кто-то готов поплакаться в жилетку. На первый план выходит не вся ваша жизнь, не ваши заботы, а по этой карте вы ходите на первый план вы, ваши желания, ваши потребности. В вашей жизни обязательно должно быть какое-то хобби и увлечение. У вас должна быть в жизни какая-то разгрузка, отдушина. И по этой карте вы себе не должны особо в чем-то отказывать. Конечно, вас многих может волновать и личная жизнь, и отношения, и те, кто в паре, и те, кто в свободном поиске. Мужчины по этой карте явно к вам могут проявлять интерес. Если говорить о мужчинах, то с начала этого периода много то, что касается вас, вы согласовываете с женщиной. Возможно, есть женщина, которой вы должны делать какие-то подарки, оказывать знаки внимания. Но эта женщина все равно чуть-чуть чем-то будет недовольна. Также стоит обратить внимание и на собственное здоровье, потому что второй картой выпал паш мечей, а это может говорить о том, что есть какие-то небольшие проблемки, есть что-то то, что вызывает беспокойство. В вашем раскладе я также вижу карту отшельника. Эта карта может показывать врача, доктора. Может показывать любые обследования, лечения, консультацию с врачом. Может быть, кто-то из вас занимается самолечением и считает, что это правильно. Очень важно в вашем случае поставить правильный диагноз, если есть по поводу чего-то беспокойства по здоровью. Почему? Потому что расклад как раз и говорит о том, что либо раньше кто-то вас неправильно диагностировал, либо и сейчас вы можете обращаться к разным специалистам, и у каждого из них будет какое-то свое мнение. Так как в центр вашего расклада выпала карта дьявола, по этой карте очень многое зависит от ваших привычек, имеется в виду вредных привычек. Может быть, вы себе в чем-то не можете отказать, и это также может отражаться на ваше здоровье. И почему столько неуверенности в себе? По раскладу я вижу, что вам нужно проработать какие-то собственные страхи, хотя вы считаете, что у вас все нормально. Это то, что в вашем подсознании. Для тех, у кого есть дети, в особенности дети-подростки или учащиеся, может стоять острая тема ваших детей или их образования, а также и их здоровья. Радует то, что в вашем раскладе выпало достаточно большое количество карт монет. Это и четверка монет, и десятка монет, одна из лучших материальных карт в колоде, и королева монет, и семерка монет. Все эти карты говорят о том, что вы финансово будете на плаву, и те, кто работает, и те, кто не работает. Возможно, у тех, кто не работает, есть дополнительный или пассивный источник дохода, или такой источник дохода вы могли бы организовать даже будучи дома, потому что для тех, кто без работы, выплат десятка монет, которая говорит о том, что можете чем-то интересным заниматься, будучи на дому, вы можете чему-то учиться. Это может касаться и тех людей, которые уже в жизни чего-то добились, достигли, потому что по отшельнику совершенства нет предела. И вам все время может казаться, что вы в чем-то несовершенны. И если вы что-то начинаете изучать, вас интересует вся подноготная, вас волнуют основы, первоначало любого вопроса, корни и истоки. Вы можете быть прекрасными философами, прекрасными собеседниками, вы можете быть прекрасными психологами для других людей, но то, что касается лично вас, на многие свои вопросы вы затрудняетесь ответить. И есть что-то то внутри вас, то, что вас тяготит, то, что вас немножечко мучает. Вас могут волновать не только светлые материи, духовность, но и какие-то темные материи, судя по карте дьявола. Возможно, вас интересует магия, мистика. И по этому аркану есть желание управлять миром. Давайте посмотрим, что же будет происходить в профессиональной среде тех, кто при работе. Для тех, кто при работе, выпла двойка мечей и карта четверки монет. По двойке мечей в работе могут быть некоторые сложности или может накапливаться усталость. Возможно, у вас с кем-то есть какие-то разногласия. Какие-то вопросы по работе могут быть незакрыты, недодуманы, недоработаны. И четверка монет говорит о том, что вам нужно будет максимально включаться в работу для того, чтобы зарабатывать. По этой карте вам стоит все-таки, может быть, сознательно брать больше выходных. Неважно, вы работаете на себя или на кого-то. Если чувствуете, что устали и у вас просто нет сил, значит, в тот момент не делайте ничего. Отложите дела на время. Но как раз из-за вот этих состояний вашей души, каких-то колебаний в вашей душе, все это отражается на вашей финансе, потому что вы можете недополучать. Я вижу какие-то деньги небольшие, фиксированные, но это немного денег. Если говорить о том, чтобы накапливать, если то работать, то не работать, денег особо много не будет. Хотя у вас есть все шансы на то, чтобы вы зарабатывали больше. Возможно, именно в этом периоде вам просто на что-то не хватает сил, но работать нужно. Основную работу вы удерживаете. Я не вижу того, чтобы работу вы потеряли. На самом деле вы можете проделывать очень огромный объем работы, но, возможно, стоит пересмотреть что-то по оплате вашего труда, потому что, может быть, вы недополучаете. Может быть, стоит повысить цены за какие-то свои услуги. Тут и хочется, и колется, потому что вы понимаете, что можете потерять каких-то клиентов. Есть острое желание работать обособленно, даже если вы работаете в больших коллективах. Вам нужно собственное пространство, даже кабинет, чтобы вас никто не трогал и не дергал. Так вы работаете гораздо эффективнее, чем тогда, когда вокруг вас большое количество людей. Даже если вам приходится в силу работы общаться со многими, все равно эта карта может говорить о некоторой субординации. И это ваше сознательное решение. Вам так комфортнее. То, что касается тех, кто в этот период вошел не работая, например, вы в поиске работы, уже первый аркан отшельника говорит о том, что прежде, чем искать работу, нужно подтянуть что-то по здоровью. Если у вас есть неплохое образование, я вижу, что у вас могут быть ученики, я вижу, что вы что-то можете преподавать на дому, но при этом, сколько бы вам не было лет, вы сами также можете проходить какие-то мастер-классы, тренинги, увлекаться чем-то для себя интересным и нужным. Может быть, вас интересует медицина, философия, но и что-то более прикладное и более материальное вас также может интересовать. Я вижу, что рядышком с вами есть люди, на которых вы можете рассчитывать. Это могут быть близкие родственники, это может быть кто-то из самых преданных друзей, но вы по дьяволу ни от кого не хотите зависеть. Вы не хотите никакой помощи, чтобы не быть кому-то должными или обязанными. И вы понимаете, что да, вам помогают, но чего-то захотят взамен. В то же время эта карта показывает стабильное финансовое положение. Даже будучи на пенсии, тут неплохой доход. И что важно, что вы что-то по своим доходам могли бы даже улучшать или увеличивать при желании. Но сил на что-то просто может не хватать. Очень много энергии вы отдаете семье, дому, близким, детям, внукам, у кого есть внуки. Порой вам нужна тишина, уединение, минуты покоя, и вы сознательно свое такое пространство будете выделять для себя. При желании подрабатывать, даже будучи на пенсии, по этому аркану все возможно. Если вы сами затрудняетесь работу найти по каким-либо причинам, есть люди, которые вам что-то будут предлагать, и это могут быть самые близкие. Те, кого вы хорошо знаете, или те, с кем раньше вы имели дела по работе. Прежде чем соглашаться, стоит хорошенечко подумать, потому что все-таки есть карта 15-го старшего аркана. Потому что предложат одно, а по факту может оказаться немножечко другое. Зарабатывать многие из вас могут. Вы могли бы откладывать неплохие деньги, но вам очень сложно удерживать финансы. Как только у вас появляется хоть какая-то лишняя копеечка, тут же появляются соблазны потратить. Вы можете долгое время копить, вы можете даже на чем-то экономить, а потом пошли и одним махом все потратили. И особенно это касается женщин, так как в центре мы видим женскую фигуру. И под королевой монет мы видим того самого дьявола-искусителя. Страсти, страхи могут касаться и вашей личной жизни, и то, что касается ваших кармических задач. Такое чувство, что есть человек, о котором вы постоянно думаете, или который думает о вас. Вам с этим человеком тяжело, вам с этим человеком сложно, и без этого человека вам тоже может быть плохо. В то же время тут могут быть какие-то манипуляции вами, если говорить о женщинах, это больше манипуляции мужчины. Мужчина может пользоваться каким-то вашим ресурсом или вашими возможностями. Хотя выглядит это так, как будто бы вы сами ему что-то предлагаете, свою помощь, свою заботу. Если говорить о мужчинах, возможно, ваши искушения связаны с женщиной. Даже если вы в отношениях, может быть, вы думаете о ком-то еще. Вам не чужды по 15-му старшему аркану земные удовольствия. Это карта сладострастия, гиперчувствительности. Но вы становитесь заложниками своих собственных желаний. Поэтому и говорилось в начале расклада, что вам нужно пересмотреть что-то в своем образе жизни, потому что есть какие-то привычки, пристрастия, которые могут отражаться и на ваше физическое тело, и на ваше эмоциональное состояние. Внешне вы даже, если и пытаетесь сохранять спокойствие в той или иной ситуации, то внутри вас тут целые бури. Также эти карты говорят о том, что у вас в голове, в особенности тех, у кого есть деньги, желание куда-либо свои деньги инвестировать. Но я вижу, что вы можете допустить определенную ошибку. Вы слишком рискуете своими деньгами, поэтому то, что касается крупных приобретений, купли или продажи, не спешите с этим. Тут и для дома могут быть желания что-то прикупить, такое, что потом особо не окажется и нужным. Поэтому прежде чем потратить, подумайте. Те, у кого есть долги или кредиты, могут быть сложности с отдачей, но по факту поступление денег есть, и закрывать свои долги вы можете. Возможно, просто не очень-то и хочется расставаться со своими деньгами, но вы себя тем самым, этим долгом, пока есть какие-то невыплаты, можете еще больше блокировать, потому что эта карта может говорить о проблемах или о том, что вы не задумываетесь о том, что эти проблемы могут возникнуть, а по этой карте они могут возникнуть. И поэтому не стоит оформлять новых кредитных линий в этом периоде. Если есть собственные долги, постарайтесь их как-то закрывать. Возможно, вам в этом периоде кто-то предлагает сомнительные или авантюрные сделки, связанные с риском. То же самое. Прежде чем согласиться, подумайте о возможных последствиях, и вы не видите тут всего. То есть внешне одна картинка, а по факту окажется иначе. Не стоит с кем-то вливаться в какой-то общий бизнес. Может быть, кто-то захочет покрутить вашими деньгами. У вас могут просить в долг, говорить вам о том, что вы очень хорошо заработаете, не делайте так же. Но по дьяволу, даже те, у кого есть основная работа, тут могут быть и какие-то официальные или теневые сделки, или что-то то, что происходит в обход закона. Такое тоже возможно. И если вы имеете дело с людьми из структур, из властей, кто-то может пользоваться своей властью, с помощью вас могут решать какие-то свои вопросы. или, допустим, вам обещают какую-то помощь, вы автоматически становитесь должными, а по факту вам придется долго ждать, пока эти люди или конкретный человек что-то сделают. Здесь манипуляция. Перейдем к нашим семейным парам и посмотрим, что у наших семейных в личной жизни. Для вас выпало две семерки, семь монет и семь чаш. В семье чувствуется напряжение. Вы оба как-то больше каждый сам по себе. Вы куда-то в одну сторону думаете. Ваш партнер мечтает о чем-то другом или о ком-то другом. Может быть, вам чего-то не хватает в этих отношениях по центральной карте. Мысли о том, что где-то там может быть лучше. В ваш дом поступают финансы на решение многих бытовых вопросов, но вы понимаете, что этих денег недостаточно. Есть планы, может быть, поменять что-то в доме. Но я бы вам не советовала именно в этом периоде заниматься ремонтами или, как я уже говорила, какими-то крупными приобретениями. Стоит подождать. Вы стараетесь что-то заработать, что-то сделать и в доме. Вы часто не сидите без дела. Ваша вторая половинка тем временем может летать где-то в облаках. На словах это может быть большие проекты, прожекты на будущее, но по факту пока ничего не происходит. Сплетен возле вашей семьи очень много, зависти тоже возле вашей семьи очень много. Что касается наших свободных водолеев. Для свободных выпали две активные карты, две карты жезлов. Это рыцарь жезлов, это шестерка жезлов. Если вы уже в отношениях, эти карты говорят о том, что будут встречи и будут свидания. Мужчина заинтересован в женщине, женщина заинтересована в мужчине. Даже если вы на расстоянии, у вас будет возможность с кем-то увидеться, кому-то приехать или кто-то готов будет приехать к вам. Общение с тем или иным человеком вам будет приносить истинное удовольствие, потому что вас хвалят, вами восхищаются, вами восторгаются. Так как обе карты дорожные, может быть, даже эти дороги не касаются конкретно встреч. Это может быть у кого-то даже деловые дороги, это может быть просто транспорт, то, что вы за рулем или то, что вы куда-то поедете, как срочная дорога или важная дорога, за счет которой вы что-то для себя сможете решить. Вы явно пользуетесь успехом у противоположного пола, но то, что я вижу по раскладу, вам не стоит ни с чем, ни с какими отношениями спешить и не стоит ни к кому по центральной карте привязываться. Если говорить о женщинах, то с вами еще кто-то может конкурировать, все-таки в раскладе две королевы. Если говорить о мужчинах, то скорее всего вам нравятся разные женщины или есть как минимум две женские особы, о которых вы можете думать. Это никак не повлияет на ваши текущие дела, потому что во всех остальных процессах успех, да и в личной жизни успех. Делайте то, что задумали, то, что запланировали. Никто вам не запрещает свободных отношений, но не слишком погружайтесь в того или иного человека, потому что подсознательно вы все равно будете надеяться на что-то большее, но этого большего не будет. Рядышком с картой дьявола карта иллюзии, семерки чаш, розовых надежд. Ну а теперь давайте посмотрим на карту скрытых факторов или форс-мажора для женщин. Для женщин выпала императрица. Для женщин водолея по этой карте можете проходить собственно вы и многим в своей жизни вы все-таки способны управлять, но эта карта может показывать любую другую женщину как важную или авторитетную для вас особу, с которой по поводу чего-то для вас важного, вашего дальнейшего роста вы будете советоваться, эта женщина будет помогать. Это может быть как старшая сестра, как наставница, как женщина в чем-то для вас проводница или учитель, это может быть мать, это может быть важная, значимая подруга. Может быть с этой женщиной у вас будут какие-то общие дороги или какие-то общие планы. Ну а теперь посмотрим, что в форс-мажоре для мужчин. Для мужчин выпала девятка мечей, карта болезненная, но прежде всего она говорит о том, что могут быть беспокойства по здоровью, поэтому следите за собой, если есть хронические заболевания, лучше на них вовремя реагировать. Но эта карта может показывать и психологическую усталость и то, что будут моменты, когда мысленно вы погружаетесь в какие-то сложные воспоминания. Все вот эти тяжелые мысли нужно гнать прочь, потому что в целом я вижу неплохой расклад. И что важно по дьяволу, несмотря на то, что это очень однозначная карта, вы можете выкрутиться абсолютно из любой жизненной ситуации. Это карта любого рода манипуляций, которые вы можете использовать себе во благо, даже если вы не признаете того, что вы где-то можете манипулировать людьми, у вас это есть. По дьяволу, скорее всего, вам нужно людям в данном периоде говорить то, что от вас хотят услышать, но при этом вы должны преследовать исключительно свои интересы или свою выгоду в любом вопросе. Ну а теперь давайте посмотрим, что же осталось на дне колоды. На дне колоды мы видим карту Архангела Михаила. Это карта умеренности. Эта карта лишний раз говорит вам о том, что вам действительно стоит быть умеренными в тратах, не спешить с какими-то глобальными изменениями в жизни именно в этом месяце, заняться вопросами образования или учебы, если вы учитесь, если вы только что-то планируете, даже не сомневайтесь, а учитесь. И, конечно, эта карта говорит о том, что вас очень сильно защищают высшие силы. Такое чувство, что за вас идет постоянная борьба светлых и темных сил, искушения, искушения постоянные. Уважаемые водолеи, таким интересным для вас был расклад на март месяц. Оставляйте обратные комментарии, благодарю вас за просмотры, пересматривайте этот расклад по прошествии времени, и тогда вы точно будете понимать, что с вами срезонировало, а что нет. удачного месяца, пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально хорошо, не поддавайтесь каким-то страстям, и не позволяйте другим людям манипулировать собой или своей жизнью. Прекрасного настроения на весь этот период, и я не прощаюсь с вами, я говорю вам до следующих еженедельных прогнозов. Всем до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова